Добро пожаловать, мальчишки и девчонки, с вами ваша девочка-волшебница Nevermore, и мы возвращаемся в пиксельное детективное безумие. Что, заметил, что всё пиксельное, а огоньки горят красиво? А мы остановились на том, что мы порешали вопрос вроде бы с ведьмой или нет? Или нет, у нас... А у нас вообще КПК есть или нету? Стадаемся мы вопросом на каком-то эпизоде игры, наверное, нету. Окей. Давайте у ведьмы ещё раз спросим чё-нибудь. Чё тебе, касатик? А про соседей из третьей квартиры. А гребочки такие милые детишки, но ведут себя как взрослые. Так они взрослые, так бы и есть там. Они иногда приходят ко мне за делями, добрые детки. Расскажи о себе. А ты в женщинах... А ты в женихе, что ли, набиваешься, да, что ли? Ты ещё зелёный совсем. Уже, я думаю, влакриво-широ не понравится. Что для протокола это, да, госпожа-то ведьма. Ну и ладно. А идём дальше. Идём дальше, идём дальше, идём дальше, идём дальше, потому что мы... О, сундучок. Волшебно. Ну чё там есть? Очень похожий сундук я видел в этом фонде. Это был заколдованный сундук. Кощей Бессмертного, заметьте. Видимо, они оба вышли из-под одной руки мастера. Фигасё. Другое дело, что я забыл, что нам нужно сделать. Я помню, что нам нужно сделать зелье для кошки-ночки, чтобы её уменьшить. Демонической кошки. И что-то ещё, ну что. Карл, вспомню, что. На полках стоят различные склянки с неизвестными странным содержимым. В некоторых из них плавают травы и муфицированные части животных. Книг на неизвестных языках небрежно лежит на средней полке. Видимо, ими часто пользуются. Нижнюю полку украшает массивный череп неизвестного животного. Жаль, сканер КПК работает только с живыми существами. Да, лучше не знать, что там происходит. Чё это такое? У стены стоят доски, которые были варварски выдраны из пола. Кто-то явно постарался, чтобы устроить здесь полота. Ну, она сама и постаралась, она не отрицает. А давайте вниз, что ли? Давайте вниз, что ли? Да, тучка кашляет, чихает, как сказали в комментариях, как доктор Левситик чихает. Мы должны в лакреончику рассказать, что всё окей. И призраку тоже. Расследование процессе. Так, спасибо за разговор, призрак. В лакреон. Опять ты, что срислось? А кто жил в квартире под вами? Вот, закрытая квартира и наш плитрак там. Никто не живёт уже порядка сорока лет. Ну, а раньше кто жил? Забавно, что именно ты этим интересуешься. Жило что-то вроде тебя. Без лица? А вы были с ним знакомы? Я никогда не встречал таких, как я. А я его видел. Он был чем-то на тебя похож. Но лицо... Или что там у вас? Ну, я бы сказал, голова. А будь по-твоему, голова у него была более слащавая и симпатичная, чем у тебя. Я бы даже сказал, что ты уродлив. Да ладно. А кем он был? Работая в ПСБ, я ни разу не слышал о нём. Он был моим другом. Ну, даже со мной он откройно тенебился. Предатель. А что так предатель сразу? Он умер, а я нет. Оставил меня доживать мою последнюю тысячу лет в одиночестве. Да не прибедняйтесь, вы ещё переживёте энтеропийную смерть Вселенной. Это само собой, я шавардалак. Тьфу. Кого бы набрали в это ПСБ. А у вас и его вещи остались? Он оставил после себя лишь горстку фотографий и запасной ключ. Жаль мне вашего друга. Сдаст мне своё сало, сжал и с нами знаешь куда. Ну хорошо, а ключ, который вы упоминали? А можно ли нам как-то экспорпировать для следствия? С какой-то стати. Не знаю почему, но меня тянет ту квартиру. Будто меня там кто-то ждёт. Понимаю, звучит глупо, но... Подоплевать, берём ящики по телевизору. Спасибо. На удивление, сговорчивый урдалак. Ага. Не-не-не, спасибо, я... Не-не-не, я не к вам. Я не к вам. Я вот к заключикам, пожалуйста. Бегом. Бегом, дамы-господа, вниз. Посмотрим, что там происходит. Квартирка номер 4. И мы открываем и... Бери, он перед нами. А здесь его нет. Есть? Нету. Тут никого нет. Но мы получили очи впустиме. Поговорить самим собой. Даже крысы аспидов. Только это зеркало. Возможно, из-за этого я почувствовал присутствие. Но присутствие кого? Мне показалось, будто за дверью стоял такой же, как я. Без лицей. Суть-то так и было. За дверью было твое отражение. А мир сговорит отражение. Фига себе. Это немного нету, чего я ожидал. А что ты ожидал? Ты, наверное, хотел с ним поболтать или пригласить в гости. Что бы ты спросил у него? Ну, наверное, спросил бы про его одиночество и отверженность. Интересно, видел ли он таких, как мы? Ты прекрасно знаешь, что никогда не было зафиксировано случая, чтобы без лица встретился с другим безлицем. Да, но я не могу перестать думать об этом. Вдруг все же когда-то такое было? Но это осталось в секрете. Может быть, на то были причины? И секрет это то, что тебя определяет. В смысле? Твое появление в этом мире тайна. Твоя раса очень загадочна. Ты всегда хотел разрешать загадки, что чертают людей и заставляют их видеть смерти. Смерти других. Ты пошел на службу, чтобы в мире стало меньше тайн. Неизвестность твоя суть. А что ты взял, чтобы понимаешь мою суть? Спросили мы у отражения Нациши. Ты прав. Я все лишь твое отражение. И ты не можешь принимать мои слова за чистую монету. Но как ты можешь добросить меня и выяснить правду, как ты это любишь? Ничего не понял, но согласен. Стоит ли доверить Ахерона грибам? С одной стороны, грибы совершенно не выглядят, как те, кто перевоспитают зло. Но с другой стороны, возможно, Ахерону будет здесь лучше, чем у ПСБ. Кто знает, как он переживет расставание с грибами, к которому привязался? Отдашь своим? Его либо отправят в фонд по изучению и сохранению, либо в фонде ему делать нечего. Вспомни, как они там обращались с тобой, когда был ребенком. Представь, что будет с ним. Согласен. А я с собой разговариваю? Вопрос с Гарри Поттера, седьмой части, к призраку Дамблдора. Это у меня в голове или настоящее? А зависит от того, что ты хочешь услышать. Ясно, понятно. Расскажи о себе. Зачем тебе до сейчас? Про то, что ты хочешь вспомнить. Точнее, про что ты хочешь вспомнить. Про свое детство в фонде? Или про службу в ПСБ? Про невыдачную личную жизнь? Или про то, что никому не рассказываешь? Все это ты и без меня знаешь, и помнишь. Да все лучше то, чего не знаешь. Какая последняя цифра в числе Пи? Просканировать можно вас? Ты спрашиваешь о разрешении собственного отражения. Ты понимаешь, как это глупо выглядит. Делай, что хочешь. Засканировали. Спасибо за разговор. Не за что. Бывай. А если через фазовое смещение это сделать? Можно, не? Снова хочешь поговорить со мной? Ну, давай, давай вопросы. Нет, спасибо, пожалуйста. Я лучше поизучаю комнатку эту. Тем более, что 40 лет никто не живет, а свет в сортире так и не выключили. Что за люди? Ну, что за люди? Это белая атласная рубашка раньше была модной. А раньше она действительно ловила свет. Теперь пахнет так, будто кто-то помочился под мышки. Познать серость, найти белую атласную рубашку. Ачевочки в стиме получены. Тут всего 22 очевки в стиме, поэтому имеет смысл пройти и забрать вообще все. А, ну, вопрос остается вопросом. А что мы должны-то делать дальше? Тихо, 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 тихо. Это не мне нужно. Это вам нужно, дебилы. Если не поможет, то ваш ручной демон устроит мини-апокалипсис. И тогда сюда нагреть федеральный спецотряд вместе с... Ищиками фонда. Решай сам. Ты меня давай не пугай. Я пуган уже. Надо так надо. С моей стороны это, конечно, некрасиво. Трепаться с ментами про такие вещи. Ну, серьезно. С полицейскими. Ну, ты вроде ровный пацан. Самый отменный грибок панков. У кого? Убори, что под нами живут. Они вообще безбашенные кида. Весь наширяются тренд травой. Служат громкую музыку. Понятно. Как уговорить панков дверь открыть? Ну, они тебя просто так не откроют. Они вообще никому не откроют, кроме разве что доставщика еды. Можешь передаваться доставщикам пиццы. Внимательно и адекватно идеи нету? Я гриб и не взломщик. Но ты же имел с ними дело. Может там какой-то способ особый есть там? Хочешь дверь открыть? Раздобыть разрыв траву. Но такая на улице не растет. Если найдешь кого-то, кто-то такое продает, обойдется тебе очень дорого. Разрыв травы вообще незаконно. Вы же мне предлагаете, гражданин. Похоже, придется и пойти по сценарию доставки еды. Главное, чтобы он не перерос сценарий ремонта Ксерокса. Потому что там ни одного панка девочки мы не видели. Хотя, вон та зелененькая, в общем, даже ничего так. И мне что интересно, не появляется черт, который ремонтировать должен лампочки. Смеху для я разобью еще одну лампочку. Есть. А ты что ему? Слушайте, тут же Ачива заразбил 10 ломчик. Давайте сделаем некрасивое. Это будет третье. Перед панками в любом случае разбивать. Нужно, чтобы они в кладок не посмотрели. Это была четвертая. Три, четыре, пять, шесть, семь. Это была пятая. Туч, пирожок, пирожок, пирожок вверх. Он так. Пим, 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 пим. Седьмая. Вспомнил важную вещь. Очень важную. Прям архиважную. мы сами не вырубили свет 4 квартире вот таким и сволочь так то да вот она 40 лет свет не выключен государство знать как обеднело кто на унитазе не скачет тут сами знаете кто нормально человек имеется ввиду нормально на унитазе не скачет окно почему-то чего не засчитывается одну не добрал что разбил до далее чего 10 лампчик разбить теперь черт домоуправ точно придет с ней электрик у по моему пришел уже я да 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 вот 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 он вот он вот он наш родной красавчик и сам в ванну его зовут а черт не подери когда придурок разбивать лампы в подъезде сам не видно куда идти в такой темноте товарищ черт а шо здесь делается а шо кто здесь вечер добрый я сотрудник псв прибыл чтобы разобраться с жалобами жителей вот вы мне скажите сотрудник почему вы не ставите камер вид на наблюдение подъезде чтоб пересекать подобное хулиганство потому что мы сами хулиганин наверно ну скажи по-другому агентство опасается что камеры могут взломать слизняки хакера и раскрыть всему миру реальность нашего существования да да конь группа гей-фури хакера взломают потом и скажет а вот смотрите что произошло ох уж эти айтишники мерзкие слизни может быть это и видел к крыш понять мало высоты водолка да даже мысли нет ваще я могу помочь починить гроба я бахнул по старику но он давай завтра потом не времен значит не так много поэтому для этого нужно спецоборудование там капельница у нас вообще рта нет мы безликие да прокатиться сам приходилось после задержанных пьяночек то не завиду я тебя но мне нужен фонарик если никак не могу найти начальник гнева это а я подсвечу а вот сюда свете классическим им свете ровнее на но я свечу а свете нормально не видно черта да ты сам черта я стараюсь вот же смотри вот прям лампочка возле тебя прям в мурдуте свечу а я все понял а дернусь щиток но чтобы электричество в резервации не успел отключиться полностью до моменте в течение минуты выключение налога счетчик я выключу выручий сок и с остатками электрода давай без глупости чтобы не пришлось меня чувствовать и приводить бутылочкой нефильтрованного а в течение минуты печенье минуты бяхом-бяхом-бяхом-бяхом-бяхом щиток выглядит ненадежным будто вот-вот прекратится обеспечить электричеством это здание а я не помню на каком этаже это было у выключил нужно да ну нафиг мурту рубанула бедняжку но я выключил нужны слушать а чертила ты как чо зарежь все резервацию чуть без света не оставил а уже ничего сложного правда разного цвета а у меня глаз нету смысле дальтоники доклада втираешь я глаз нету вот в этом проблема а черт с тобой мне надо прогуляться ты учим отчасть но все доброго а можно вас как отсканировать немножко во все отверстия хорошо фотокарточку хочешь сделать но валяй только скажи потом а каком канале меня показывать будут на каком на рынке вы конечно у нас только один канал на это все все а мой черту с лампочкой помогли засканировали ну что панки хой кто-то доставщик пиццы а мы заказали буррито у тебя сегодня весь день на доставке знаете ли у меня их заказа столько что все в голове не удержишь а забирать то будете заходите ложь пиндосы 7 лежать работает умолух ты ж какой-то громко это можно его заткнул очите легавой нужно погодите реально зовут бошка это был другой имя но я его забыл парни на самом деле не настолько креативно чтобы сделать оттуда шекспира назовав меня юриком но бабушка тоже неплохо спасибо за разговор подошли едут на этой музыке просто просто не в состоянии стояния женщина выруби музыку музыка огонь музыка хардкор слышь меня музыку выключи о какие мы шаги и ключи я спс бы быстро музыку отключает по-моему начать смыла сортиру я плохой я хочу тюрьму мама брати меня я даю холодец не выбрасываю телефон не пришли за мной парень нарушаем законы пропаганде и пропаганда я уже унидаемся да вырубите вы музыку тварь рука лицу карл рука лица ну что этаж 1 не хватало мне еще сегодня разбираться с размаженным асфальтов барем группа как-то не вводим наладить может если на фоночку выглядит там не понял на мысли выгодимая то может кому-то прекратится да неважно что я думал важно что я делал скажи эту тарату вырубить зачем она громкая очень ладно что взять больше передачи курсор на кнопку зашить работу и нажать на нее тащить чё тащить не тащится без руки на возьми мышь тащи по рабочему столу эффекта яд ты безнадежно но способы для гиги как ты просто пни по системному блоку у наконец-то мои уши нормально а починить музыку да чего стим получено чё за ковер причудливый узор завораживает гимнатизирует будто мы складываясь страны будут раскладывать странные картины истории сотканы из воспоминаний да да советская ковра имеет такую тенденцию рисунок кроваленного черепа мазки краски нанесены импульсивной рукой я еще за чагой пришел и панки при всей их нехорошести вот они свет сортире выключают лампочка им все равно разобью ваша нефиг музыку громко слушать ну что юрик смысле башка чага есть а если найду еще это да и чем вкинуться штырить там ноут паш типа ю а чё ктё донесешь короче у тебя есть чага чага отчет сделал что у меня есть чё-то должно жмя быть да спит на сухом на хвосте просто нашептал а вот у вас спитом спрашивает уже башка мне очень надо мне плевать что у тебя там есть еще я не по твою грешную душу то никогда еще не нужно воде в коробке под раковиной в туалете да что с парнем который по дурке выпрыгнул из окна на первом этаже странный вечно сидит сам компом слушать хардкор бас маска это и делают мини-игры они очень понимаю я не хочу оскорбить разработчик этой игры который в общем-то и дал ключик спасибо большое это сама ирония была на тему парня который сидит под громкую музыку делает инди игры если да то за счет нам в окно зачем выходить не знаю это спросил болта и друганы закадычная ладно о себе расскажем о чем это сказать то я обычно башка на самом деле это не часто вижу порядка труба стали столько голова не расскажешь когда потерял тело да так то я не терял его номер потеряла сама смысле на самом деле вообще ничего не помню из прошлой жизни вроде как я не очень любил свое тело но решила меня бросить среди что помню это злые наполненные яростью глаза и завод псина майкинты говорили что видели мое тело на красновородском кладбище двумя неделями назад живется и здравствует такая найти вы не думал на кое нам не нужно я и сам по себе неплохо живу да как-то бывает будет выглядеть до после такого долгого разрыва как насчет тебя как-то стал безлицем до родился таким да не гони это словами становится для этого нужен особый ритуал а сам не знаю что такое а еще последний урос может сканировать а зачем для энциклопедия сидят скан головы то упыря именно весь нужен так не работает ну ладно давай дело сходила уже могут последником нужно засканировать в этом эпизоде до тест сканера проверить все из всех существ в эпизоде и будет мы это сделали так чага чага у него под раковиной чага чага получено лампчиком все равно разобью вот люди вы нехорошие упыри просто они люди хочу за картинки на сине на скотч изоленту и кнопки по как попало приклеены различные постеры музыкальных групп таких как среди квас укрут и ирка их аннигиляторная шишка это круче чем аннигиляторная бушка у олег болт где пицца псб в камере хочу организую игорь правительство нам врет а постоянно вы скрываете факты и нагло лжете на пицца это уже не что никакие ворота а вообще заказывали буррито а да разница же чуни открывать представителям законной власти а в этом не указ олег если те стучат и детективы что это важно а стой откуда вы знаете мое имя это вообще не называет больше я знаю про тебя все если че в твоих мозгах копаюсь если я захочу чтобы твоя задница цвета хаки оказалась за решеткой то она там окажется и советую сотрудничать я здесь не по твою душу ахара штрема без лидий чё ты хотел-то у с придурком толстовкин а чем-то твой друг носился как угорелый вышел в окно это в этом танчо такого обычное поведение упырей вам полицейским мордам это почаще на книжке читать они тут зубы не заговаривайте больше нас их нету и зубы тебя с дожданием то я сам это сказал когда питаешься вообще вот ты смотрел старый-старый мультфильм кота пёс он тоже был такой вопрос и ответ никому не понравился это сложно для меня тема приходится сидеть под капельницы чтобы набрать калорий для активного дня ну не суть это твой дружок попрыгнул явно чем-то по чем-то но это не будешь вводить меня за нос а расскажешь как есть просто и носа нету как вы дышите а кожа дышит мне хватает отдельно скажем если по факту то как в анекдоте про ежика главное на пенек не садится и не сбивай меня с толку вообще чем тут шереться там просто на грибы это не похоже если расскажет у я ничего про тебя не напишу в отчете а не стукач ты от меня ничего не добьешься от него черный укроп да мил трин трава да не и чувак не да значит трин трава и где что вы ее взяли кто же ваш дилер да и данного я не давал то есть вы сами и уворачиваете для личного потребления так и запишем звоню в штаб будем вызывать наряд управления по борьбе с наркотиками на коробках не наш дерьмо вообще это это все клык о правдом так он вам вещества поставляет ну типа того у него вроде а плантация квартире нас посадите в теряюшку да ну если ты правду сказал ту нет а я честно это это он так что когда я вернусь ваша тучи заняты были здесь иначе лично вас отловлю скоблю маром задержать василий с квартиры 2 погодить к расскажи о себе а про меня ты же сказал что все про меня знаешь а чё эти не скажу для протокола хочешь говори хучь не говори ну потом если чего добавим чего лишнего а в бардикам по придерживай лошадей напиши что у меня все называют болт и жестко уважают хорошо сложно красив так и напишу что уродливая задница зависимая чужого внимания ну что я сделал то не проявил уважение к закону не назвал его своим другом кстати его можно просканировать даже не будешь нами атаковать своим стволом это сканера давать если это подальше от меня а то есть это засканировать нельзя а у киева обороте мы за 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 западом у нас стачи мини квеста сейчас увидим и делаем зелье тут прибежали прибежали прибирали здрасте ведьма мы вам чагачоку принесли нашел ну да сюда будет морить о ей позабыла у меня дрова откончились для этой варки нужно огонь побольше касать к на дров те раздобыть иначе не разогреть хотел держите среди ночи то дрова буду искать женщину а глупо-то касать дрова там есть где зима круглый год ясно понятно сейчас одолжимся дочери генерала адмирала трауна да это напротив было милая девочка можно у тебя дрова подрежу кстати куча дерьма или куча медведа валяется так дровишки вестима дровишки не одолжишь дрова зачем однако битвы его дрова разве у детективов нету оружия более смертоносного чем ветки и черенки вообще оружие нету я красотой свою беру ну дел не в этом то помочь авдосе михайлов не нужно с поддержанием пламени под котлом о дрова крупные для котла однако подождите пока я их накал его однако да и сам накалю только инструменты одралась на оружие однако топор на чердаке спасибо за разговор топор на чердаке не только топор а вот и джонни а чучка так и так понял что а вот поэтому черта и жмыхнула мы не попали в красную зону такая веселая мини-игра я думал что красный то плохо и в нее попадать не нужно и дровишки зараза не получится идеальная игра мы черту не помогли с электричеством нормально придется перепроходить для себя а в дусе вот дровишки ладно славно касать давай варить будем древуха тритона гелалка скопиона и березовое поломанное жменьем народа левесток брошенные сфея эти силы древние старейших что больше стало меньше и же касатик и тебе спасибо боль x до свидания надеюсь что мы сюда уже не вернемся зелье уменьшением а грибы это был второй этаж на грибочки волшебная ага один здравствуй путем ну давай . будем тебя уменьшать класс решить проблему ночки получилось но у них он еще демона там сзади выглядывала в уху все южно в астральном плане такая же осталось на меня боится ролами боится не хочет выходить бурзы пред насчет новички а точка и уменьшил хорошо временно она будет расти снова вам нужно как минимум раз полгода снова окропать ее зелем уменьшения этим вам поможет шиши гаи с восьмой квартиры если будут проблемы какие-то то звони псб и проси чтобы соединили со мной понятно понятно спасибо и тебе не хворать грибочек номер два настоящий код ты гни она тебя ну все можем совершить это дело это реально за нами мы от нее мы от нее она за нами она реально за нами идет слушаться а вниз пойдешь на не вниз не хочет руки-туки василий ум он на пороге ну да он не откроет открыл серьезно от страну у рыбы рау кто здесь василий успокойтесь и приди себя пожалуйста ты жалкий коп вы умеете говорить волчим облищем она чем было ращать при знакомстве назови хоть одну причину чтобы не разорвать тебя сейчас прямо легал я узнал все о твоей нелегальной деятельности а тут труп агента псб только добавит тебе срока и без того жестоких тюрем для нечисти и когда сюда врутся в копы у тебя будут большие проблемы я тоже не будет а если эти помешают скрыться как ты будешь ручать тогда сомневаюсь что ты справишься со мной безликий и дьявол ты хоть и крупные на вроде майхол чек-ликов у тебя ничего нет ты понимаешь что да ты народ читал чехова дам ружьишка то висит на заряженная а не вешено стену ружью которая никогда не выстрелят ебой ваншот ван лав а он еще и лысый ну надо же а у игорь не завидую тебе начальник уже все доложили и все ссылаются на его неоднозначную реакцию на твои выходки не успел ты выйти из квартиры василия сразу пошли слухи что тебя не понравилось как нечисть разговаривать с агентом псб и ты застрел самого главного так все было не знаю как было но тебе придется написать не одну объяснительную об этом поводу ко всех это всех точнее пока для всех ты мусора гангстер и убийца то есть они взилок все заносят кусты веселого кориандра мягко говоря а мы такие виноваты оказались да хоть нагнетать то я человека убил да но путаю часть да и грузит а самозащита же да так сразу не скажешь можно может он прыгнул на меня в целях самозащиты и непонятно кто стрелял 1 в дуэли я просто все думаю мог ли по другому а не дал ли ему шанса он ведь не убийца он просто был не себе да не грузись отдохни тебе еще много придется разгребать да умеешь ты поддержать дружище а мысли позитивно ты нахожу плантацию дровы думаю который начальник узнает как все было он простит тебя и все твои косяки и стать основной работа зел а сделал даже больше чем надо было в третьей квартире шумел зверь а в восьмой престарелая жига устроила болото прям квартире давно вот за решил проверить чем занимается современный молодежь ты наверняка поставил на место весь этот сброда ну что сброд сразу ребят страны да есть такое но условия существования диктует то как им поди поспособиться а защищаешь своих от похвально лучше ты сильно с ними не сиюкайся вернешься каждый не готов тебя порнуть сеть или еще чего безопасно прилететь сам знаешь в этой резервации нашли живут столько безопасно не чисто а вот дел твое закончил бы тут пока я не расцвело а то повыль дают деваки нам лишние глаза уши не нужны из первой главы не резервация нечисти out гэнфир а что мне игра понравилась я лично очень сильно жду продолжение второго эпизода автор и у нас шаманаев дмитрий игровой дизайнер шаманаев дмитрий говалев егор остальных прочитайте сами не так уж и много видите интегра а умеют же люди делать умеют же это прекрасно сделан кстати двадцать этим году надеюсь 24 начале выйдет следующая часть мы на этом друзья мы делаем паузу на доделаем паузу получили последнюю очивку завершить эпизод 1 выйдет второй эпизод надеюсь что встретимся пока что не забываем про телеграм дискорда вконтакте наша ссылочка под видео в описании всем удачи до встречи и увидимся немножко папажа